Друзья, всем привет! Меня зовут Олег, я директор этого кафе. Сегодня в магазине Светофор я произвел очередную закупку. Купил вот такие продукты. Сейчас коротко ознакомлю, расскажу цены. Но в ближайшее время, конечно же, будет тщательный обзор на каждую продукцию. Выставлю оценки, дегустацию, все как положено. Давайте начнем с майонеза. Майонез Провансаль 67% жирности, ведро. Цена 91 рубль. Давайте сразу покажу чек. Если что, поставите паузу. Я никого обманывать не собираюсь, но на всякий случай я показал. Так что потом можете сверить, если не верите. Вот такой майонез. Я вообще люблю майонез Провансаль. Совсем недавно в магазине Светофор я покупал. Вот, можете прочитать. 1,1 литра у него, кстати. Вот, видно, сейчас будет вам состав. Те, кто читает состав. Я его давно уже не читаю, потому что, как правило, он не совпадает. Решил попробовать. Ничего из этого я еще, конечно же, не пробовал. Все буду дегустировать первый раз. До этого я покупал на перепелиных яйцах. И стоил он 99,90. То есть, подороже. Ну, на 10 рублей практически дороже. И там был объем 850 миллилитров. То есть, меньше. Но цена дороже. Майонез неплохой, в принципе. Я его даже внес в топ продуктов, которые я рекомендую покупать в магазине Светофор. У меня часто на канале, кто не знает, выходит такая рубрика есть. Топ продуктов, которые я рекомендую и которые я не рекомендую. Собственно, вот такой майонез. 91 рубль. Следующее. Энергетический напиток Turbo Energy. Цена 31,50. Вот такой энергетический напиток. Честно говоря, я очень-очень-очень редко покупаю вот такие подобные напитки. Сейчас вам покажу. Не знаю, кто в них разбирается. Если, может быть, захотите что-то там прочитать, для себя что-то узнать. 0,45 у него объем. Не люблю, когда так делают. Ну, 0,5 хотя бы. Нет, 0,45. Ну, да ладно. Turbo Energy. Ну, естественно, здесь вот такая открывашка. Что хочу сказать. Очень редко я его беру. Но, когда я езжу в торговые центры, либо в магазины низких цен, светофоров, маяк, неважно, фикс прайс на съемки. Бывает, доходит до такого, что я снимаю 15-18 роликов в день. Это очень сложно. И просто выматываешься, устаешь. И как-то раз я вот купил энергетик, присел отдохнуть, посидел, ноги прям загудели. Все, сил не было, выжатый, думаю, домой ехать. Потом раз, хлебнул. И как-то он меня взбодрил. Кофе с собой возить. Ну, не везде есть кафешки. Если, конечно, есть где-то кафешка, я захожу и покупаю кофе. Пью кофе, взбодрился и пошел дальше работать. Ну, не везде такое есть. Например, маяк у нас вообще находится в степи. Туда только на такси приезжать. Поэтому, вот для таких вот случаев, вот с собой баночку покупаю, 31.50 недорого, 0.45, почти 0.5 литра. Так, дальше. Икра ментая, пробойная, Гутен Морган, пробойная. Что за пробойная? Кто знает, напишите. 32.50. Давайте еще раз чек покажу. 32.50. Вот такая вот баночка ментая. Кстати, когда был на кассе, мне продавщица сказала, что хорошая икра, в принципе. Я сказал, что на контрольную закупку. Она говорит, да, в принципе, ничего страшного. Вы не будете ее, я думаю, ругать. Вот у нее крышка-ключ. И вот это я очень ценю. Не знаю, хоть есть открывашка крутая, блатная, но я никак к ней не приспособлюсь. Вот это классно. Чик-фук, все, готово. Люблю всякую разную икру. Вообще рыбу люблю. Любую, в любом виде, любую рыбу. Но не часто, конечно. Раз-два в неделю обязательно рыбу ем. Либо консерву, либо готовлю сам. Вот, кстати, купил за 121 рубль. Муку-кура какая-то, даже название, черт-то знает. Ну, в общем, не знаю. Говорят, как язык. Ладно. Выйдет видео, посмотрите там. Люди прям ее разбирают хорошо. 121 рубль килограмм. Такая крупная, без костей. Следующая. Ну, 120 грамм баночка. Да что, я об ней ничего не сказал. По сути, здесь вот состав. Ну, хотя тут присутствует. Смотрите. В составе очень много всеразличных консервантов. Ешки, Мэшки, ГМОшки. Собственно, ну, не знаю. Я говорю, я... Дело ваше, конечно, но... Я состав давно уже не отчитаю. Не верю я этим составом. Есть пельмени, которые в топ, просто вот первое место занимают. Там, янхали, пельмени, все вот из этой рубрики. Там, халяль, маляль, вот эта вся дрянь полная вообще. Эти, сочные. Господи, какой же это ужас просто. 99 они там рублей стоят. Ну, в районе 100 рублей. Есть просто нельзя. Вот один раз по одному пельмешку мы съели с дочерью. Дегустировали. Выкинули всю пачку. Нельзя просто. Если что, можно съесть с трудом. Да как-то нехотя доедить. Это вообще нельзя было съесть. Ладно. Что у нас следующее? Паста сливочная. Из морепродуктов. Балтийский берег. Хотя нет, просто балтийский. Балтийский. Ну, тут, наверное, не уместилось. 79,90. 79,90. Вот такая паста. Почему я ее купил? Знаете, не особо люблю я что-то намазывать на хлеб. Как правило, я, если люблю бутерброд, то либо колбаска, либо маслица и сыр. Вот такие бутерброды я люблю. Ну, да, люблю еще, конечно, такие уже более сложные бутерброды, когда, опять же, по-моему, майонез и рыба-то вот эта вот. Шпроты. Господи. Шпроты. Ну, то есть шпроты и огурчик. Ну, это уже сложно. Такое редко, когда делаешь. Но вот такое и что-то не особо. Но совсем недавно, также на контрольной закупке, моя тетя крестная купила и пробовала. И ей понравилось. И она оценивала это так, как она ценит. Купила, раз попробовала, больше не куплю. И купила, попробовала, куплю еще раз. То есть вот это у нее она купит еще раз, сказала. Понравилась. Вот такая вот она розовенького цвета. Там видно такие вот вкрапления красненькие. Но я понимаю, это как может быть. Здесь вот они. Крабовые палочки, возможно. Я не знаю, или мясо крабов, или что-то. Может рыбка какая-то. Она, кстати, сказала, что кусочки рыбки попадаются. Попробуем продегустировать. Интересно. Хотя рыба. Тему рыбы. Люблю всякие вот эти морепродукты. Миди, креветочки, все люблю. В принципе, очень, ну, дорого, да. Они очень дорого стоят. Ну, ладно. И сыр. Тоже непросто так, непростой сырок. Ну, вот сыр. Так, а где у меня сыр? Сыр, вот он. Я его пропустил. Мраморный. 45% жирности. Килограмм стоит 375 рублей. В светофоре это не самый дешевый сыр. Есть 275 рублей. Это 375 рублей за килограмм. Но, вот, можете сами посмотреть. Вот цена за килограмм, вот эта маленькая. А вот это за, именно за этот кусок. Потому что он вытянул, ну, естественно, это не килограмм. А здесь у нас 506 грамм. 500. Полкило. 189 рублей. Полкило сыра. Вот. И видите, как он выглядит. Сливочный. Как видел, в тележках люди катают, что он им понравился. Я подошел, спрашивал. Ну, вы, наверное, уже смотрели, кто не первый раз на канале. Женщина одна говорит. Ой, беру всегда. Так нравится. Хороший, сливочный, мягкий, нежный вкус. Я люблю такой сырок. Ну, попробуем. Может быть, и разочаруюсь. Я пока ничего сказать заранее не могу, конечно же. Надеюсь, что не разочарует. Мраморный сыр, вот такой. В ближайшее время, ребят, все продегустируем, все сделаем на тщательной закупке. Еще что хотел сказать. Я сейчас пытаюсь вменять всякие разные рубрики, но не знаю, в каком направлении двигаться, чтобы вам это было интересно. Я не делаю это для себя, конечно, в первую очередь для вас. Поддержите, пожалуйста, в комментариях. Вернее, не поддержите, а дайте мне направление, вектор движения, куда мне двигаться, что снимать. Заметил, что нравится вам, когда я опрашиваю покупателей. Если эта тема вам больше нравится, вы не просто смотрите, чтобы я как-то ориентировался, а вы пишите. Да, нам нравится такая рубрика, делай больше. Или что-то, может, хотите еще другое. Так что буду рад любой вашей активности и подсказкам, что делать. Больше дегустаций хотите, больше что-то, может, какие-то вообще другие, может быть, хотите, другую рубрику, может быть, какой-то совет дадите. Ладно, друзья, большое всем спасибо за просмотр. До новых встреч, всем пока.